Все, что для этого нужно, перестать воспитывать и начинать сотрудничать с маленьким человеком. Ну, планеты другие, кроме нашей, есть же. Это другие миры, в которых нету людей. Ни зверей нет, это просто пустые планеты, которые создаются в нашем космосе, которые живут в нем. Десятая планета взорвалась, потому что на ней было много газов, и она не выдержала, и взорвалась. И динозавры вымерли. Без воды мы умерли бы, а так мы пьем. Человек три дня не может прожить без воды или пять, скорее всего, три. Бог создает вначале только четырех людей, а потом эти люди размножаются, потому что эти пары встречаются, и знакомцы у них рождаются ребенок. Названный поначалу американским феномен Индиго давно перешагнул границы нового света. Разговорами о массовом приходе детей Индиго сегодня уже никого не удивишь. Для них не существует культурных и языковых барьеров. Любой ребенок, он не просто суть природы, он суть космоса, суть духовности. Ну, не будем бояться этого, суть Бога. Если есть высший мир, а я верю, что есть высший мир, высшее сознание, если абсурд и так далее, то облощаются дети с сильным сознанием, чтобы помочь человечеству получить импульс и как-то превзойти самого себя. И все больше родителей в разных уголках планеты находят в своих детях черты Индиго. Смотрите, американцы вообще дают какую статистику. 70% ныне рождающихся детей – это дети Индиго. Ну, вот насчет цифры 70 не берусь, никак ее комментировать, но, видимо, уже явление настолько очевидное и заметное, что только слепо-глухонемой или, не знаю, кто этого не может видеть. У нас есть так с понятия трансурановые планеты, это высшие планеты – Уран, Плутон и Нептун, которые, естественно, оказывают влияние на всех живущих на этой Земле. Естественно, эти детки появились от стеллиума основных планет, которые назывались так как парад планет. И с их влияния, естественно, начались основные изменения, которые проявлялись уже в новых поколениях, которые были рождены и пришли на Землю. Они довольно часто начинают интересоваться тем, что не особо интересуются детей в этом возрасте. То есть у них явно за рамками возрастных интересов, например, интерес к живой природе. Они обладают таксисом по отношению к животным, они очень любят животных, они жалеют их, они никогда не несут, допустим, раны или вреда животному. Мне больше нравится в животных то, что у них другой мир. У них другой мир вообще. Они живут по-другому. И интересно же узнать другой мир других животных. Кошки делают жизни, потому что кошка – это самое развитое существо на планете. Оно самое духовное. Меня птица не клюет, когда я сую ей палец. Потому что она меня не боится. В современном мире детям индиго живется нелегко. Вместе с талантами природа наделила их недостатками. Психологи утверждают, такие дети обладают неустойчивой психикой, которая способна превратить их в детей-убийц. Иногда на их пути возникают препятствия, им ничего не остается, как убрать то, что им мешает. Для достижения своей цели эти дети не останавливаются ни перед чем. Ребенок, как я говорил, каждый день новый. У него есть только одна функция. Он появился на свет, и во все стороны, как разбегающаяся сферическая волна, идет познание мира. Еще разочек. У него есть одна глобальная функция – познание мира. И укладка этой информации в основу своей памяти, личности. Он запоминает способы реагирования, укладывает их внутрь себя, и потом при каждой новой провокации достает их из памяти и показывает, и дает ту же самую реакцию. Космической теории появления индиго на Земле противостоит другая. Дети индиго – результат эволюции человека под влиянием научно-технического прогресса. Пример Святослава, по сути, сельского жителя, ставит под сомнение и эту теорию. Смотрю, какой цветок. У меня вот этот. Ведь для него гораздо привычнее шума городских улиц или включенного телевизора, шелест деревьев и пение птиц. Откуда же у восьмилетнего ребенка, лишенного мощной информации, и теперь такое глубокое внимание. И только мне это. А, 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 а. Потому что для меня не совпадает, что тебе интереснее. Бросит некая туча любви. А когда мне это мнение не совпадает, то ли быстро срочно. КОНЕЦ. СУБАВА. СКЛОД. СУБАВА. СКЛОД. СЧАСТИВ. КИКИКИ. СЮБА. 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 Прямо он был 50 минут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Они не дети. Вот это нужно понимать. Это абсолютно на равных должно быть построено все общение. Потому что иначе это будут конфликты, как минимум. А дальше это вот оно известно. И все эти дети погруженные в компьютер. И полностью отсекшие от себя общение с внешним миром. И если неправильно, если пытаться давить, то побеги из дома будут нормальным явлением. Они и есть. Можно ей сказать, что это нельзя. Но это нельзя будет работать только тогда, когда ты объяснишь, почему этого делать не надо. Нельзя априори не понимается. Нынешний век подарил детям уникальную возможность покинуть мир взрослых, не переступая порога и не хлопая дверью. Уход в виртуальный мир – признак того, что что-то не так. Или вы не слышите, или не слышат вас. Вот показательно было. В первом классе мы ходили на бальные танцы. Прямо в нашей школе очень удобно было. Я-то думала, как всякая другая мама, мы будем ходить на эту секцию, на этот кружок. Мой ребенок сказал, мне это неинтересно. И все эксперименты как бы закончились довольно быстро. Так вот, в первом классе ей не понравился, конечно же, педагог. Все учителя по танцам, они повышают голос, они прессуют, они сложные. И вот она сказала, что я не пойду. Я почему-то тоже к этому внимаю, ну, проигнорировала это ее пожелание. И жалуются учителя. Три взрослых человека уговаривают Соню пойти на танцы. А она стоит и рисует на доске. Извините, а вы хотели, чтобы она вам нахамила, что ли, в ответ? Нет, она не будет хамить. Она просто закрылась. И то, что она не реагирует, считает учителя оскорблением. Ребенок должен развиваться во все стороны. Еще раз, образ разбегающейся волны. Если он хочет достать книгу, воспользовавшись не стулом, а тыквой, вот мой сын залез со стула, взял книжку, на другой день подволок тыкву и полез за книжкой. Ваза качается, полка качается, тыква качается. Я смотрю и думаю, он познает мир. Он сам себе нашел испытания. Он ищет границы возможного. Как хочется выпороть. За вазу, за риск, за нервы. И нельзя.